Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Всемирное наследие Нембрут Западной Армении за пять лет принял 530 тысяч посетителей. Еще один модульный городок для российских миротворцев построено в Берташене. Нейтрализация ракетных и кассетных бомб сегодня планируется в нескольких населенных пунктах Арцаха. В Турции продолжается преследование СМИ. Самолеты ВКС России нанесли удары по боевикам в Сирии. Восстановленные исторические памятники часто теряют свой прежний вид. На этот раз с такой опасностью столкнулась Ованская крепость Западной Армении. Мультимедийные технологии. Возрожден музей братьев Орбели. Гора Нембрут Западной Армении помимо внутреннего мавзолея гигантских скульптур также известна как место, где восход и закат на высоте 2150 метров являются самыми красивыми в мире. И за последние пять лет она приняла 530 тысяч местных и иностранных туристов. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО на горе Нембрут в провинции Кахта, в провинции Адиаман, Самосад включены огромные курганы высотой 50 метров и диаметром 150 метров, а также огромные скульптуры древних армянских богов. Гора Нембрут как национальный парк, охраняемая территория. Специалисты МТО возвели еще один булочно-модульный городок в населенном пункте Каракент. Заселение 60 человек и новый модульный городок, возведенный для создания комфортных условий проживания бытовой на служащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, доложили заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову. Ранее специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два булочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гитаван. На территории каждого города есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки, амбуднирование, комната досуга, канцелярия, кладовое имущество, столовая, а также продуктовый склад. Саперные отряды госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают поиски и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов на территории Нагорного Карабаха. Сегодня планируется обезбереживание ракетных и кассетных боеприпасов в городе Мартакерт, в селе Чанкартах Мартакертского района, а также в селах Ханатсах, Айгистан, Аскеранского района. Отмечается в сообщении, опубликованном на странице ГСЧС в фейсбуке. Жители указанных сел просят не паниковать в случае взрывов. Закрытие канала УЛАИ ТВ спустя своего 26-дневного, начавшегося 30 ноября, политического давления снова заставляет задуматься о ситуации со свободой слова в Турции. Политика правящей партией справедливости и развития сделала страну непригодной для жизни в ней оппозиционных журналистов, особенно в течение последних пяти лет. Также малейшая критика расценивается как террористический акт, что приводит к возбуждению дел против журналистов. Арестованы более 200 человек. В докладе Freedom House под названием «Свобода и пресса-2019» приводятся такие данные после введения чрезвычайного положения в Турции из-за попытки госпереворота 15 июля 2016 года было закрыто около 150 средств массовой информации. Сотни журналистов безосновательно осуждены по обвинению в поддержке терроризма. По данным Amnesty International было закрыто более 180 средств массовой информации. Позиции террористических групп в горах Сирийской Латакии уничтожили самолеты ВКС России 9 января, сообщает источник ИЕ «Красная весна» в Сирии. Российские военные самолеты нанесли удары по позициям террористических группировок на холмах Аль-Кабинов-Джабль-Аль-Акраде на севере Латакии, передает источник. Как сообщает из Лондона Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, аналогичные удары по позициям боевиков в этом районе ВКС России нанесли 28 декабря. Исторические памятники, которые реставрируются в Турции, часто не сохраняют свой прежний вид, но, с другой стороны, если они будут восстановлены, им грозит полное уничтожение. На этот раз такой проблемой столкнулась Иванская крепость Западной Армении, включенная во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает окум.нет, об этом предупреждает турецкое издание Ения Шам. Согласно источнику, Иванская крепость потеряла свой исторический облик после реставрации. Источник также напоминает, что эта крепость имеет ширину от 20 до 120 метров в длину, 1800 метров и в осаду 100 метров. Жертвами такой реставрации стали не только Иванская крепость, но и другие исторические памятники Турции, особенно в оккупированной Западной Армении. Например, Армянская крепость Анамур, расположенная в исторической Киликии. Мультимедийная выставка «Спасение сокровища Эрмитажа» недавно открылась в Доме музея против Орбели в Цехкадзоре. Как сообщает Армен Пресс, директор Дома музея Марине Бунятиан отмечает, что новый формат увеличит количество посетителей. Тем более, что Цехкадзор является одним из туристических центров республики, а единственным культурным центром города является Дом музей Братьев Орбели, основанный в 1980 году. Его посещает около 8 тысяч человек. По его словам, по ее словам, посетители Дом музея уже могут с помощью новых технологий познакомиться с эпизодом, который считается поворотным для биографии Эрмитажа. Узнать, как письмо в Сепо Орбели Сталину предотвратила продажу сокровищ Эрмитажа. Благодаря использованию мультимедийных технологий, реализация уникальной программы спасения сокровищ Эрмитажа делает музейную экспозицию более привлекательной, представляя в интересном формате подвиг Овсепор Бели. Академик Овсепор Бели проводил раскопки в древних городах Западной Армении Ани, Ван и в крепости Амберт. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Камсар Ерки Парихамуит. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!